Свои доклады главы субъектов начали с военно-патриотического воспитания молодежи. В частности, развитие Всероссийского движения Юноармия. В Белгородской области создано около 200 отрядов, а в рядах юноармейцев более 4 тысяч школьников. Но, по словам Евгения Савченко, нам еще есть над чем работать. По итогам сбора конкурса региональных отделений Юноармия по Центральному федеральному округу, наше отделение заняло третье место. Мы, в общем-то, недовольны этим местом. Я думаю, что мы продвинемся на более высокие позиции. Однако особое внимание на совещание с руководством Минобороны страны было приковано к вопросам соцзащиты военнослужащих и членов их семей. Сергея Шойгу в первую очередь интересовала проблема дефицита мест в детсадах для дошколя, чьи родители стоят на защите Родины. Евгений Савченко заверил, в Белгородской области вопрос давно решен. Местами в детсадах и школах обеспечены все дети военных. Также нет проблем с медобслуживанием и трудоустройством их жен. Кроме того, в Валуйках, где обосновалась 3-я мотострелковая дивизия, начато строительство жилого микрорайона для военных. Со стороны местной и региональной власти решены все вопросы. Выделен земельный участок, более 15 гектаров. Подведены сети водоснабжения и водоотведения, газ, электроэнергия. В следующем году в селе будет построен яский сад за бюджетные средства. Однако остается открытым вопрос по капремонту другого военного городка. Белгород-22 в Грайворонском районе. Военный городок построен в 60-х годах прошлого века. В настоящий момент остро нуждается в капитальном ремонте. Мы чем можем, помогаем. Так в текущем году вводим станцию обезжелезнования. Но это, конечно, не решает всех остальных проблем. Просьба дать вручение и помочь. Сергей Шойгу отметил личные заслуги губернатора Евгения Савченко в поддержке военнослужащих, которые несут вахту в Белгородской области и дал поручение представителям Министерства обороны урегулировать вопрос с капремонтом военного городка «Белгород-22». Мы всегда были таким образцом заботы об армии, отношения к армии. Поэтому, кроме слов благодарности, у меня других замечаний и поручений нет. То же касается ремонта военного городка. Это ображивают наши семьи наших офицеров. Именно поэтому давайте мы таким образом договоримся. В течение недели разберитесь, Дима Владимирович, надо выделить средства и привести этот городок в порядок. Спасибо, Василий Павлович. Если бы вы были задачи, понятно. Наталья Войтенко, Евгений Кравцовский. Программа «Такой день» на Мире Белогория.